Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Проверь, дружок, ты готов начать урок? Всё на месте, всё в порядке. Книги, ручки и тетрадки. Я надеюсь, ребята, вы приготовили всё, что необходимо для нашего урока русского языка. Для того, чтобы определить тему нашего сегодняшнего урока, предлагаю вам разгадать ребус. Подумайте, какое слово спряталось в данном ребусе? Я думаю, что вы верно разгадали слово, которое спряталось в ребусе. Это слово «мечтатель». Тема нашего сегодняшнего урока – «мечтатели». Сегодня на уроке вы узнаете о чередовании гласных в корне слова, сможете определять основную мысль прочитанного текста и объяснять применение синонимов в тексте. Для того, чтобы узнать о том, кто же такие «мечтатели» и кого мы так можем называть, я предлагаю вам познакомиться со следующей информацией. Мечта может в корне изменить жизнь человека. Мечтатель, приложив необходимые усилия, способен создавать новое. «Истинный ученый – это мечтатель», – говорил великий французский писатель Анаре де Бальзак. Таким величайшим мечтателем был физик и изобретатель Никола Тесла. Родился Тесла в 1856 году в Хорватии в семье священника. Никола увлекся электротехникой с детства. Мечтал создать электродвигатель переменного тока и использовать его силу на благо человечества. Став взрослым, Никола переехал в Америку и устроился на работу к изобретателю Эдисону. В 1915 году Тесла вместе с Эдисоном стал лауреатом Нобелевской премии. Никола Тесла – автор таких открытий и изобретений, как переменный ток, теория полей, радио, трансформатор и электродвигатель. Кроме занятий электротехникой, Тесла писал стихи, владел восьмью языками, прекрасно знал музыку и философию. Жизнь Тесла доказывает, что мечтающий человек становится успешным, так как он ясно представляет себе свою цель. И совсем не важно, взрослый он этот мечтатель или ребенок. Такого человека называют целеустремленным, ищущим, активным, любознательным, пытливым, каким и был Никола Тесла. В его честь назван электромобиль. Ребята, давайте подумаем, а можем ли мы данную информацию назвать текстом? Для этого вам необходимо вспомнить признаки текста. Подумайте. Конечно же, данная информация является текстом, потому что состоит из нескольких предложений, связанных между собой по смыслу. Этому тексту мы можем дать название. Все предложения в нем объединены одной темой, и данный текст состоит из трех частей. Начало, основная часть и концовка. А теперь давайте определим тему и основную мысль данного текста. Справиться с этим заданием нам поможет памятка. Помните, что тема текста – это то, о чем в нем говорится, что положено в его основу. Можно задать вопрос, о чем говорится в тексте. Основная мысль текста – это его вывод, жизненный урок. Можно задать вопрос, чему учить текст? С какой целью автор написал текст? Подумайте, ребята, какова тема и основная мысль данного текста. Перечитайте текст еще раз про себя. Я думаю, что вы верно справились с этим заданием. В тексте говорится о жизни Николы Тесла. Это тема данного текста. Основная мысль заключается в следующем предложении. Жизнь Теслы доказывает, что мечтающий человек становится успешным, так как он ясно представляет себе свою цель. Давайте еще раз закрепим умение определять тему и основную мысль текста и поработаем со следующим текстом. Обратите внимание на выделенные орфограммы, которые встречаются в данном тексте. Петя и Алеша возвращались из школы. Вдруг они увидели около скамейки пушистого котенка. Он был такой маленький и беззащитный. Ребятам стало жалко малыша. Петя взял его к себе домой, кормил, обогрел и назвал пушком. Ребята, определите тему и основную мысль данного текста. Надеюсь, что это задание не вызвало у вас затруднения. Давайте проверим. Тема данного текста – котенок. Основная мысль текста – нужно помогать беззащитным животным. Сегодня на уроке мы с вами вспомним, что такое синонимы и научимся находить их в тексте. Ваша задача – выписать из текста, с которым мы работаем, синоним к слову «любознательный». Прочитайте еще раз внимательно текст и найдите в нем синонимы к слову «любознательный». Я думаю, что вы успешно справились с данным заданием. Синонимами к слову «любознательный» являются следующие слова «активный», «пытливый» и «ищущий». Ребята, а какова роль синонимов в нашей речи? Для чего они нам необходимы? Конечно же, основная задача синонимов – избегать повторов. Они служат для более точного описания предмета, явления или состояния. Синонимы придают особую выразительность речи, поэтому обойтись без них мы никак не можем. Ребята, я думаю, вы обратили внимание, что в данном тексте встречается слово, выделенное жирным. Это слово «приложив». Я подобрала к нему однокоренное родственное слово «приложив», «прилагать». Обратите внимание, в корнях данных слов пишутся разные гласные. В слове «приложив» – гласное «о», в слове «прилагать» – гласное «а». От чего же это зависит? Оказывается, это называется чередованием гласных. Чередующиеся гласные в корне – это замена гласных «а» и «о», «и» и «е» в разных формах одного и того же слова или в родственных словах. Чередование гласных в корне зависит от разных условий. От ударения, от наличия суффикса «а», от смысла слова и от других условий. Мы сегодня на нашем уроке остановимся на чередовании гласных в корнях «лаг» – «ложь». От чего же зависит правописание гласных в данных корнях? Чтобы разобраться в этом, я предлагаю вам сравнить данные слова, провести исследовательскую работу. Сравните и подумайте, от чего же зависит правописание данных корней. Я думаю, что вы заметили, что правописание данных корней зависит от наличия в слове суффикса «а». Если за корнем стоит суффикс «а», значит, в корне пишется гласное «а». Если за корнем данного суффикса нет, значит, в корне пишется гласное «о». Необходимо также запомнить слово «исключение». Это слово «полок». Давайте закрепим данное правило. Запишите слова и вставьте в них пропущенные буквы. Расположите слова точно так же, как они оформлены на слайде. Субтитры создавал DimaTorzok. Я думаю, что вы успешно справились с данным заданием. Возьмите карандаши и соедините гласные «о» в данных словах. Обратите внимание, если вы выполнили задание верно, у вас получится пятёрка. Надеюсь, что вы все заработали пятёрку за это задание. А теперь давайте вернёмся к мечтателю, о котором мы сегодня говорили, и составим четыре или пять предложений о его деятельности. Используй слова с изученной орфограммой в своих предложениях. Давайте проверим. Возможно, у тебя получились такие же предложения, как и у меня. Никола Тесла приложил максимум усилий, чтобы осуществить все свои мечты. Слово с изученной орфограммой приложил в корне «ложь» пишу гласную «о», потому что за корнем нет суффикса «а». Быть целеустремлёнными, активными и ищущими предлагает нам мечтатель. Слово с изученной орфограммой предлагает корень «лак» в корне пишу гласную «а», потому что за корнем есть суффикс «а». Наш урок подошёл к концу. Я желаю вам, ребята, быть таким же мечтателем, как Никола Тесла и всегда добиваться своих целей. Нарисуйте в тетради зелёный кружок, если у вас всё сегодня на уроке получилось и тема урока для вас была ясна. Нарисуйте жёлтый кружок, если многое для вас было понятным. И красный кружок, если вам нужна помощь, вы не поняли сегодняшнюю тему. Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться к своему учителю. До свидания! Урок окончен!